Происхождение жаргонного понятия халява, обозначающего что-то доставшееся даром, имеет несколько версий. По одной из них, оно могло образоваться от еврейского слова халяв. С иврит оно переводится как молоко. Некоторые источники утверждают, что в Одессе еще при царях была очень распространена благотворительность. Обычно помощь неимущим оказывали продуктами, в частности, каждую пятницу малолетним детям выдавали бесплатное молоко, халяв. Отсюда и пошло представление, что все, полученное бесплатно, на дармовщину, это халяв, или халява. Но эта версия несостоятельна по ряду причин. Молоко звучит по-еврейски халяв только в современном языке. Он не был распространен в южных районах России в царское время. Понятие же халявы существовало в воровском, еще в XIX веке. К тому же нет достоверных, задокументированных свидетельств того, что одесские евреи действительно жертвовали молоко бедным. Более правдоподобной представляется версия польского происхождения этого жаргонного словечка. В польском языке, более близко родственным русскому, чем иврит, есть Алексея Махалева. Она обозначает голенище сапога. Кстати, точно так же оно называется в русском, украинском и некоторых других языках славянской группы. Казалось бы, что общего у голенища сапога и дармовщины. На это есть историческое объяснение. За голенищем разбойники, воины и нередко богатые польские шляхтичи носили оружие. Оно могло неожиданно пригодиться в опасной схватке. Бедные же шляхтичи, батраки и солдаты носили за голенищем разные припасы, завернутые в чистая рядна, ткань, краюху хлеба, мелкие подарки, а то и просто ложку. Чем беднее был обладатель сапог, тем меньше у него было за халявой. Самые бесталанные носили только ложку, чтобы можно было подкрепиться при первой же возможности. Иногда жалостливые зажиточные крестьяне, у которых сыновья были в армии, подкармливали служивых в надежде на то, что кто-то накормит их сына. Со временем традиция носить за голенищем ложку в ожидании дармового обеда трансформировалась в понятие жадности, когда человек не от бедности, а от ненасытности постоянно ищет дармовщину. Другие значения этого слова, беспутная женщина или неряшливый мужчина-ротезей, менее распространены.